В последнее время новости о китайском вирусе распространяются быстрее, чем само заболевание. Недавно Россия успешно эвакуировала 144 человека из Китая провинции Хубей. Их разместили в санатории под Тюменью. Жители Тверской области также обеспокоены возможностью появления инфекции на территории региона. Во время заседания коллегии Роспотребнадзора руководитель управления рассказал о ситуации с коронавирусом в Верхневолжье. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. В России всех прибывших из Китая граждан с симптомами ОРВИ, как выявленных при санитарно-карантинном контроле, так и обратившихся за медпомощью в течение 14 дней, после прибытия в обязательном порядке изолируют, госпитализируют и обследуют лабораторно на весь перечень возможных возбудителей, включая коронавирус нового типа. На территории Тверской области не зарегистрированы случаи возникновения заболевания. В Верхневолжье проводятся мероприятия, чтобы исключить возможность распространения инфекции. Сейчас создан оперативный штаб, принят региональный план действий при выявлении угрозы. Мы в ежедневном режиме с нашими коллегами работаем по поводу прибывших из Китайской Республики Народной, а также из тех стран, где зарегистрированы эти заболевания. На сегодняшний день следует отметить, что готовность наших медицинских организаций мы оценим как удовлетворительную. Как подчеркнул руководитель управления Роспотребнадзора по Тверской области, во время коллегии каждый случай прибытия из Китайской Народной Республики граждан РФ на территорию области регистрируется. Их у нас мало. Всего на сегодняшний день было семь. Из них только реально два, которые проживают на территории Тверской области. За ними назначено просто медицинское наблюдение. Они абсолютно здоровы. Ученые по всему миру активно изучают новое заболевание. Уже сейчас вирус идентифицирован и существуют методы диагностики. Также установлено, что это респираторное заболевание. Это и есть респираторная инфекция. Это один из вариантов коронавируса. Это один из этиологических агентов острых респираторных вирусных инфекций. Потому что эти инфекции, они передаются аэрозольным механизмом передачи. Разговор. Если, не дай бог, еще чихнет человек, да, и так далее, и при этом руками начнет закрывать свое, так сказать, вытирать там что-то, а потом этими же руками он где-то и в общественном транспорте, или себе в глаза и так далее в нос лезет. Ну, это возбудительность сохраняется довольно длительное время на различных объектах внешней среды. Помимо этого, из-за вспышки инфекции многие жители Верхневолжья обеспокоились возможностью заразиться через посылки из Поднебесной. Большое количество людей заказывает товары через крупную китайскую интернет-площадку. В одной из социальных сетей Всемирная организация здравоохранения дала ответ на этот распространенный вопрос. Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не подвержены риску заражения вирусом. Из предыдущего анализа мы знаем, что коронавирусы не выживают долго на объектах, таких как письма или пакеты. В свою очередь, Тверской Минздрав разместил на своем сайте информацию о симптомах коронавируса 2020 года. Отмечается, что он вызывает острую респираторно-вирусную инфекцию и сильную интоксикацию организма. Мерами профилактики служат часто мытье рук не менее 20 секунд. Не стоит прикасаться грязными руками к слизистым оболочкам глаз и рта. Что касается масок, они могут защитить наш рот и нос от наших же грязных рук. В остальных случаях защитить может только респиратор с клапаном выдоха.